Добрый день дорогие друзья, меня зовут Александр Халин и это программа тема дня и сегодня мы поговорим о Нижнекамском бизнесе. И конечно подведем итоги 2022 года у нас в студии начальник управления экономического развития и поддержки предпринимательства исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Евгений Борисович. Евгений Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день, Александр. Евгений Геннадьевич, перед тем, как начнем наш разговор, напомню нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире и если у вас есть вопросы и предложения, то обязательно звоните по номеру 38011. Ну а теперь, наверное, перейдем к главной теме. Евгений Геннадьевич, каким получился 2022 год для Нижнекамского бизнеса? Какие у нас успехи и какие, может быть, есть недостатки? Надеюсь, что они небольшие. Ну вообще, 2022 год для Нижнекамского бизнеса, как вообще для страны, выдался непростым. Мы увидели, насколько глубоко интегрирована наша экономика вообще в мировую, в том числе и наши нижнекамские предприятия. Многие из них закупают оборудование за границей, сырье, поставляют сами товары за рубеж. И сейчас многие этих цепочек нарушены. Что-то получилось уже восстановить, что-то пришлось заменить, но последствия до сих пор ощущаются. Ну все-таки поподробнее, может быть, с какими такими основными сложностями наш нижнекамский бизнес столкнулся? Ну это, наверное, не только нижнекамский, а общероссийский, наверное. Я думаю, мы не сильно отделяемся от всей страны. Да, в начале года были все в определенном таком неопределенности и ступоре. Повысилась ключевая процентная ставка, соответственно, увеличились кредиты, что повлияло на конечную стоимость продукции. Ну, во второй половине года уже все стабилизировалось. И сейчас мы видим по всем направлениям уже стабильный рост. Какие отрасли наиболее пострадали, если вообще так можно выделить какую-то одну? Или все-таки это какой-то такой масштабный был кризис? Какую-то одну отрасль сложно выделить. Наверное, в первую очередь, те, кто взаимодействует с международным сообществом. Это те, кто поставлял продукцию, либо получал оборудование. Туристическая отрасль пострадала. Как мы видим, многие крупные бренды ушли из России. Но я считаю, что это, наоборот, даже положительно. Потому что сейчас есть шанс выйти на рынок нашим российским брендам, в том числе и местным. А вообще, наверняка были какие-то меры поддержки? И ситуация в целом, я так понимаю, контролирует все-таки. Вот именно поподробнее, да, какие были востребованные меры поддержки в 2022 году? И отличались ли, может быть, по активности они 2021-го, например, 2020-го? Вообще, самая популярная до сих пор остается мера поддержки предпринимателей. Это, конечно, финансовые. Когда была увеличена процентная ставка, республика и Российская Федерация подготовили ряд мер поддержки. Это льготное кредитование. И в Нижнекамске более 70 предпринимателей воспользовались данным льготным кредитом. А сектор экономики, который в основном пострадал, был схож чем-то с пандемийным. Поэтому программы были схожи как в 2020 году, так и в 2022 году. Были также кредитные каникулы. 50 предпринимателей воспользовались данным мера поддержки. Но в то же время у нас в республике огромное количество именно нефинансовых мер поддержки. Это и участие в ярмарках, в выставках. Это наша гордость индустриальные и промышленные парки. Это программы для самозанятых. Программ много. Я так понимаю, для вас, наверное, тоже лично такой активный год был. Может быть, вели подсчет вообще, сколько встреч состоялось у вас? Какие-нибудь цифры есть такие? Или каждый день с каким-нибудь предпринимателем встречались? Вообще, в среднем, у нас наш центр поддержки предпринимательства обращает где-то порядка 8-9 тысяч в год предпринимателей. В этот год точно не меньше, думаю, даже больше. Мы ежемесячно стараемся проводить встречи с предпринимателями. Это и контролирующие органы, это и банки, это и службы, это и представители власти. У нас каждый день происходит какая-либо встреча с соединенным предпринимателем, либо с группой предпринимателей. То есть обратная связь и прямая связь, наверное, работает активно. У нас постоянно. Наверное, перейдем к той теме, которой Нижникамс достаточно неплохо так гордится, я считаю, может. Вполне это Нижникамс является зоной ТАСЭР. Вот какие новые производства у нас открылись, появились, чем они занимаются и вообще, насколько их продукция востребована? В этом году у нас запустила работу два производства. Это компания «Востоковая Гасталь», производитель 3D-сетки. Эта продукция используется на спортивных объектах, на всех городских объектах. И вторая компания «Фэр Кардан», которая производит автокомпоненты. Два крупных проекта, к сожалению, перенеслись на следующий год, ввиду сложности поставок оборудования. Но мы продолжаем активно работать. У нас активно работает система индустриальных и промышленных парков. У нас сейчас в городе их 4. Наша гордость – Нижникамский промышленный парк, муниципальный парк. Сейчас уже 16 компаний там зарегистрированы и работают. Сейчас активно прорабатывается открытие третьей очереди. И мы всех зрителей, кто планирует открывать производство, приглашаем принять участие. Мы готовы бесплатно выделить земельный участок для ваших производств с полными коммуникациями. Дополнительно говорим, что у нас еще есть три частных промышленных парка. Какая-то Пионер, КПД и НЗЖБИ, где также есть готовая производственная инфраструктура. А вообще, я так понимаю, это все еще планируют расширяться. То есть это не граница, да? Нет, на самом деле у нас планов очень много. В третьей очереди мы готовы порядка 15 компаний посадить. Еще заселить, да? Ну это да, действительно масштабно. Это, наверное, я правильно не знаю, как сказать. Но я так понимаю, это не совсем малый бизнес, да? ТАССР, это все-таки, наверное, какой-то средний, да? А вот как развивается вообще малый бизнес в Нижнекамске? Какие там у нас успехи? Вообще, несмотря на все сложности, количество субъектов малого и среднего бизнеса продолжает расти. И у нас в сравнении с началом года выросло их на 10%. И сегодня у нас 7300 предпринимателей и юридических лиц. Помимо количества продолжает расти и оборот. Если, например, в прошлом году у нас было порядка 60 миллиардов оборот малого и среднего бизнеса. В 2022 году мы ожидаем 64 миллиарда практически. Это уже тоже рост. Растет и количество занятых в субъектах малого и среднего бизнеса. Но в то же время все эти сектора ощущают острую нехватку кадров. Как и крупный бизнес, так и малый бизнес. Активно развивается электронная торговля. Тоже ведусь, считая нашим успехом, что сейчас у нас в Нижнекамске зарегистрировано полторы тысячи предпринимателей, которые работают на маркетплейсах. В том году было всего лишь 300. Маркетплейсы поподробнее, это, я понимаю, это курьеры? Это когда предприниматели продают свою продукцию по всей России через Валберис, Азон и другие сервисы. Еще одна категория, это самозанятые. Здесь количество людей, которые выходят из тени, назовем их так, увеличивается? Да. В этом году у нас уже выросло на 40%, сейчас их 14 тысяч. Это представители как сферы услуг, так и других сфер строительства. Таксисты и так далее. В то же время с ростом количества самозанятых у нас увеличивалось количество неуплаты налогов среди самозанятых. И на сегодня составляет 11 миллионов. Поэтому, если вы самозанятый, прошу... Оплатите налоги. Да. Отнестись к этому очень внимательно. Всю сумму и информацию о погашении налогов можете через предложение «Мой налог». Посмотреть. Ну вот вышли из тени. Из тени, да, налоги не платят. Много ли вообще в Нижнекамске молодых бизнесменов, я так понимаю, вот, наверное, часть молодых этих бизнесменов как раз-таки, наверное, и относится, да, именно к самозанятым? Ну, смотрите, бизнес – это такой же средство общества. В нем есть, наверное, в такой же пропорции и мужчин, и женщин, как и в жизни, так и молодежи. Просто молодежь, она более активная, более яркая, она предлагает очень необычные, неординарные идеи нам, старшему поколению, я считаю, может, от меня уже отнести к старшему поколению, вообще, и власть должна слушать и слышать эту молодежь, чтобы они и давать им возможность реализовывать их идеи в городе. В то же время мы должны приучать бизнес вообще со школьной скамьи, поэтому мы запустили проект совместно с Союзом малого и среднего бизнеса в городе Нижнекамске. Мы посещаем школы, учебные заведения, средние и высшие, встречаемся с студентами, школьниками, проводим лекции и говорим, что нужно развиваться здесь, в городе Нижнекамске, что у вас есть все возможности, главное – желание. Вот вы сказали «Союз», да, чем он занимается, кто туда входит? Как можно вступить? Вступить нужно быть предпринимателем, можете обратиться к нам в Центр поддержки предпринимательства, и мы вам все подробно расскажем. Это «Союз», это сообщество предпринимателей неравнодушных к городу, они помогают как семьям мобилизованных, так и самим мобилизованным. Проводят различные мероприятия для молодых предпринимателей, для действующих предпринимателей, тренинги, мастер-майнды и другие различные программы. Ну, то есть это клуб, скажем так, по интересам, да, то есть там предприниматели, они занимаются, конечно, развитием предпринимательства. Да, развитием. Какие вообще ключевые, нет, давайте этот вопрос чуть попозже, вот у меня как раз параллельно вопрос созрел, про креативные идеи вы сказали, вот может быть в этом году идея, которая вам действительно понравилась, какой-то крутой бизнес у нас появился, может быть необычный в Нижнекамске. Что запомнил, что открылось такого, что вот прям вот впало? Ну, тут я, наверное, скажу, что он открылся в этом году, но идея была до этого, это наши яркие, это Нижнекамские термы, это уникальный проект, который будет и уже сейчас является и будет якорем привлечения в наш город гостей других, из других районов, из других республик, и что даст последствия развития нашему местному бизнесу. Ну да, я думаю, так действительно может стать какой-то точкой такой притяжения в город. Какие ключевые вообще особенности бизнеса в Нижнекамске? Конечно, большинство, ну, из-за того, что у нас очень крупные промышленные предприятия, это накладывает определенный отпечаток, и большинство бизнеса все-таки как-никак задействовано с этим крупными предприятиями. В то же время, в последние годы мы видим активный тренд на бизнес для людей, социальный бизнес, это частные спортивные школы, обучающие центры и так далее. Вообще, как начать новый бизнес? Вот с чего? Первый шаг какой нужно сделать? Ну, первый шаг, наверное, надо решить начать бизнес, да? А вообще вот… Да, вот как раз… Именно о действии поговорим. Вот перед тем, как действовать, действительно, нужно очень много уделить внимания именно собственным страхом. Очень часто люди не идут в бизнес, потому что у них есть какой-то внутренний страх. Вот пока вы его не поборете, вот этот внутренний страх, все там финансы, идеи, ресурсы – это будет все вторично. Пока вы этого сами сильно не захотите, у вас ничего не получится. Следующий этап – это, конечно, идея. Идея должна быть оригинальная, необычная, запоминающая. Благодаря этой идее вы сможете привлечь инвестиции других, более опытных предпринимателей. Также есть различные программы по привлечению на стартовый бизнес. Это через центры занятости, центры соцзащиты, которые вам помогут с начальным капиталом. Но и в то же время вы должны быть профессионалом своего дела. Если вы собираетесь начинать бизнес, вы должны в нем досконально разбираться, быть от и до профессионалом. Если это ресторанный бизнес, вы должны иметь опыт в ресторанном бизнесе, официанта, администратора, повара. Если это какое-то производство, у вас должно быть обязательно понимание технологий, оборудования, потому что иначе успеху у вас не получится. А наверняка общаетесь с бизнесменами. Вот от чего вы в основном боятся? Это что, страх потерять деньги или страх, не знаю, разориться, быть, не знаю, непризнанным? Страх, что что-то не получится. Какие-то могут быть проблемы, которые они не смогут решить. Вообще понятно, что как начать новый бизнес разобрались, какие могут быть сложности на старте, нехватка финансовых средств или еще что-то. С чем человек может столкнуться, к чему нужно быть готовым? Продажи, наверное, не будут, может быть, в начале идти, да? Ну, в первую очередь нужно быть готовым, что если ты начинаешь свой бизнес, ты будешь работать 24 на 7, у тебя не будет такого понятия, что выходной, меня это не касается, я сегодня там занят, у меня там дела и так далее. Твой бизнес, ты полностью за него ответственен, за своих сотрудников, если у тебя есть сотрудники, поэтому ты должен понимать, что не будет там миллиона заработок на первом этапе, первоначально. Который все мечтают всегда сразу, да, я занялся бизнесом, у меня сейчас прям вообще… Купил машину, купил квартиру, лучше первые заработки вкладывать в развитие бизнеса, и уже там через 2-3 года уже будут постоянно стабильные заработки. Сейчас актуальная тема, я так понимаю, Ильнар Сераев, да, наш бизнесмен, недавно выступал предпрезидентом, и как раз-таки вот эту тему поднимал. Как в общественных местах Нижнекамска организовать свое мини-кафе? Я так понял, там какие-то сложности есть? Вообще у нас Нижнекамск является, наверное, один из самых благоустроенных городов. У нас есть прекрасные парки, скверы, набережная, но действительно там не хватает и кафе, точек проката, каких-то точек развлечения. И это, в первую очередь, связано не с нежеланием предпринимателей работать там, а с определенными законодательными требованиями по передаче земельных участков. Это и схема инстационарно-торговых объектов, это аукционы, что занимает достаточно большой процесс временной и определенной сложности. Сейчас, в том числе и после обращения Ильнара Сераева, мы начали активно прорабатывать момент по упрощению всех вот этих барьеров. Мы ищем активных предпринимателей, готовых развивать свой бизнес в этих общественных пространствах. Мы будем помогать совместно составлять все эти схемы объектов, чтобы жизнь горожан и во время прогулок в парке была комфортной. Но вот, допустим, ближайшим летом уже станет расширяться круг? Потому что действительно, идешь, хочется водички купить, а рядышком нет ничего. Я думаю, да, мы сейчас уже приняли решение о создании дирекции парков и скверов, которая будет заниматься полностью наполнением и мероприятий, и содержанием парков, и, соответственно, ее торговой частью. Есть ли в городе сферы бизнеса, где практически нет конкуренции? Есть ли такие эксклюзивные какие-то у нас предприниматели? Ну, как выяснилось, есть один, да? Один. Ну, я думаю, что прям совсем таких сфер не осталось. Как я сказал, сфера, наверное, услуг не так развита и где можно заработать. У нас есть вот эти прекрасные точки притяжения терм. К нам приезжают жители, и надо их кормить, надо им где-то жить, надо их развлекать. Еще одна сфера, где вы можете в нашем городе стать первопроходцем, это, наверное, малотоннажная химия. У нас есть большая химия, но, как показывал современный, вот этот 22-й год и условия санкций, очень много комплектующих, компонентов, продукции, переработок, большой химии. Оно раньше поставлялось за границу, сейчас его некуда девать, и нужно производить здесь, в Нижнекамске. Сибур и Алабу уже обратили на это внимание, и у нас сейчас создается огромнейший индустриальный парк «Этилен-600», куда будет вложено порядка 1,3 триллиона рублей в инфраструктуру и в КО-положение. Там будут резиденты малый и средний бизнес, в том числе и Нижнекамский. На нем будут перерабатываться полимеры, этилены, производится готовая продукция, плюс еще компоненты именно для нефтехимии. Вот такой вопрос, что я тоже сейчас прямо мне вспомнилась. В Нижнекамске очень много мероприятий прошло с приглашением различных бизнесменов из других городов. Последний, я так помню, у нас был в Доме народного творчества. Вот там какие результаты вообще по итогу получились? Контракты, может быть, подписали, сотрудничество какое-то появилось у нас дополнительное. Можете что-нибудь вспомнить? Как раз, по-моему, там и было с малотоннажной химией, по-моему, связано с малотоннажной химией. Да, один из предпринимателей с этого симпозиума рассматривает возможность запуска продукции в городе Нижнекамске, переработки пластика, создания из пластика 3D-заборов и 3D-фигур для украшения города, для малых архитектурных форм. Еще один из предпринимателей запускает такой достаточно масштабный проект, который мы недавно рассмотрели на инвестиционном совете при главе. Это проект мусороперерабатывающего комплекса, который через несколько лет может выйти на такой уровень, что мы на 100% все отходы будем перерабатывать в полезной фракции и использовать их дальше. То есть такой бизнес в ближайшее время может появиться в Нижнекамске. Я так понимаю, вот эти все большие встречи, они все равно, наверное, прям вот такая стопроцентная задача, именно какой-то контракт заключить не ставится. То есть это больше, наверное, тоже такое общение между бизнесменами, где-то подчеркнуть, взять что-то новое для себя. Конечно, это площадка в первую очередь для знакомств, для новых контактов, для рекламы района. Может быть, не тот, кто приехал на этот форум, захочет открыть здесь производство, но он скажет, что есть в Нижнекамске, что есть площадки, что есть бесплатная земля дают, что есть льготная цена аренды. Поэтому к нам будут приезжать предприниматели со всей России. То есть расчет на то, что бизнесмены друг с другом все-таки общаются и передают вот эту полезную информацию. А вот на следующий, на 2023 год, подобные какие-то мероприятия планируются, именно большие, такие вот всероссийского масштаба, чтобы прям было чем гордиться? Обязательно мы проведем подобный симпозиум или в каком-то будет формате симпозиума, или будет форум инвестиционный именно в сфере малотоннажной химии, потому что все-таки это наше будущее. Мы должны привлекать сюда новых инвесторов, новых компаний. Есть в планах это и высокотехнологичный форум провести в Нижнекамске, провести очередной хакатон у молодых ученых. Да, у нас есть сложности, у нас нет хорошей международной площадки, чтобы провести данные мероприятия, но будем выходить из тех возможностей, что у нас есть. И думаю, через пару лет у нас все-таки появится свой и культурный центр, который позволит нам проводить масштабные мероприятия. А самим удалось посетить? Куда-нибудь съездили, посмотрели, и кто от Нижнекамска выезжал? Мы знаем, в Петербурге, по-моему, большой экономический форум проводят. Такие выезжают наши нижнекамские бизнесмены, власти города. И предприниматели, и власти выезжают. У них лично получилось побывать в Казани на Казань-саммите, в том числе выставляют там и наши нижнекамские предприниматели, на международном форуме в Турции. Недавно прошел форум полимерной продукции. Ряд нижнекамских предприятий получился там выставиться и поучаствовать. И они привезли сюда ряд идей, которые в 2023 году будут уже запускать. В том числе первые лица района обязательно присутствуют на всех таких мероприятиях. Начинаем уже потихонечку переходить к будущему году. Вообще, какие прогнозы развития экономики и бизнеса в 2023 году для Нижнекамска? Ну, прогнозы давать вечным... Это да. Благодарны, тем более наше время, когда каждый день приходят новые вводные, новые новости. О чем я хотел сказать, что санкции в 2023 году с нас не снимут. Нам нужно привыкать жить в этих условиях, строить бизнес в этих условиях, искать новые рынки, новые возможности. Вот как-то так продолжать учиться тому, чему мы научились в 2023 году. Евгений Иванович, вы сказали про малотоннажную химию, которая может начать прибавлять. А какие еще сектора бизнеса, как вам кажется, могут рывок сделать? Ну, вы уже отметили малотоннажную химию. Это действительно огромный пласт, потому что мы пользуемся постоянно. И в быту, и на производствах используется малотоннажная химия. В России она практически не развита. А у нас город находится в очень выгодном положении, потому что есть огромная сырьевая база, есть огромная сбытовая база. Поэтому наш город в этом плане уникальный и, наверное, сейчас находится в одном из лучших положений в России. Надо только хорошо прорекламировать. Да, надо рекомендовать. Следующая – это сфера услуг в нашем городе. Опять же, нам нужны новые кафе, рестораны, гостиницы. Как можно больше, чтобы те, кто приезжает в наш город, останавливались. То есть, проводя в сентябре наш международный форум, мы столкнулись, что не все гости мы смогли поселить у нас в Нижнекамске. Даже дошло до такого. Ну и следующий тренд, как я сказал, это электронная торговля. Родичная торговля, она уже ушла все-таки. Это прошлый век. Сейчас все переходят на маркетплейсы. И маркетплейсы – это все-таки тренд на годы вперед. Какие секторы бизнеса будут наиболее успешны? Ну, вы, в принципе, на этот вопрос уже ответили. Вот в какую сферу лучше всего инвестировать? Я думаю, это будет поинтереснее. Куда вложить, чтобы сразу и много? Ну, тут, скажу, нет такого универсального рецепта, так и волшебной таблетки. Нужно вкладывать везде, по чуть-чуть. И, скажу так, главное – не держите все яйца в одной корзине. Что бы вы пожелали Нижнекамскому бизнесу в 2023 году? Ну, и, наверное, даже можно уже и поздравления с Новым годом для телезрителей. Ну, я хочу, во-первых, обратиться ко всем телезрителям, пожелать им здоровья, счастья, мирного неба. А нашим предпринимателям, в первую очередь, оптимизма, чтобы в новом году родились еще более яркие идеи, новые цели, достижения этих целей. Ну, и с Новым 2023 годом. Ну что, дорогие друзья, на этом все. Будем прощаться. С вами был Александр Халин. Это была программа «Тема дня». Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»